Привет, я Анастасия Варламова, парикмахер-стилист. И сегодня я буду разбирать стиль волос девчонок, которые заполнили анкету по моему ТЗ, прислав фотографии. Написали, что им не нравится сейчас в их волосах, что они хотели бы и как они хотели себя ощущать. А ведь это самое главное. Поэтому вместе с вами я буду рассматривать их фотографии, не давать оценочного своего суждения, где я буду объяснять и рассказывать свою логику как парикмахера-стилиста. С помощью мне будет мой 19-летний стаж работы с волосами. Буду показывать референсы, свои зарисовки и аргументировать. Ну что, давайте выберем девушку для разбора. Очень много заявок, очень классно, очень классно и очень рада. Ага, рыжеволосая бестия. Зовут Анастасия. Анастасии надоел рыжий, хотя когда она перекрашивается в естественный, все равно потом кажется, что с рыжим лучше и он больше всего подходит. Уже много лет крашусь в рыжий, более сдержанный или яркий. Стриглась по плечу, сначала нравилось, а потом казалось, что с моей худобой длина делает меня еще тоньше. Не могу носить распущенные, не убрав за уши. Лицо маленькое, и волосы сильно мешают и лезут в глаза. Хотела бы выглядеть более эффектно и комфортно в обычной жизни. Хотела бы ощущать себя более уверенно и стильно. Ну что я могу сказать, Анастасия, вы интуитивно все правильно чувствуете. Пока не можете это объяснить конкретно и аргументировать, но здесь я вам помогу. Давайте посмотрим сначала все ваши фотографии. Ну форма лица стремится все-таки к идеальной, к овалу. Лицо вытянутое, вы очень стройная, изящная. Волосы у вас густые, но от природы пористые. Хотя от природы сложно судить, здесь все-таки у вас было обесцвечивание и есть вот эти вот пушистые волоски, которые очень легкие. Таким волосам не хватает веса. Обязательно нужно волосы увлажнять и питать. Но чтобы не было перегруза, выбирайте средства, которые будут впитываться в волосы. Хорошо заполняет структуру без перегруза. То есть нанося, например, для теста на кожу рук, вы должны почувствовать то, что средства впитались в кожу рук и не утяжеляют такой глянцевой пленкой. Не будет перегруза. Соответственно не подходит, например, корейская косметика. Для славянок не подходит, если вы не ходите. Идеально гладкие, безобъемные, тяжелые волосы. На вашей структуре волос объем там, где накапливается масса волос. Итак, волосы склонны к тому, чтобы они бились. И если бы у вас была разная длина, а не прямой срез, они могли бы биться более равномерно. Соответственно и объем бы за счет текстуры распределялся бы более равномерно. Так как лицо у вас вытянутое, вы можете себе позволить очень много форм. Я вижу на вас как короткую стрижку, так и среднюю длину, так и длинные волосы. Но с длинными волосами нужно быть осторожнее, чтобы это правильно вас кадрировало и не расширяло плечи. Потому что плечи у вас достаточно широкие, они острые, потому что вы очень стройные. Волосы собранные в хвост. Очень, конечно, густой, тугой хвост. Вообще вот такой хвост на средней затылочной зоне хорошо вытягивает линию челюсти. Когда мы поднимаем хвост выше, то мы себя вытягиваем в высоту. Это далеко не всем идет. Сфотографируйте себя просто и посмотрите на фотографии. Это очень применимая к каждой из вас история. Я думаю, что, посмотрев больше мои разборы, вы сами себя тоже сможете продиагностировать. Так, посмотрим следующую фотографию. О, классно! Вы носите очки или это просто солнцезащитные? Но сейчас могу сказать, что по кадрированию волосы выглядят очень опрятно. Но так как вы очень аскетичны такой внешности, видно там плечи, видно все запястья, косточки. Такая прямая линия вас очень заквадрачивает. Хотелось бы смягчить вот эту вот угловатость. Я бы ушла от прямого среза, я бы вам рекомендовала уйти от него на более мягкие формы, на более круглую форму. Давайте посмотрим по поводу рыжего цвета. Видно, раз вы выбираете рыжий, что вы яркая личность и, естественно, будет скучно. Глаза у вас темные, и вам будет важен контраст. Я бы все-таки не выбирала золотое направление, а я бы делала более насыщенный рыжий, карамельный рыжий, то есть более глубокие цвета. Вы будете выглядеть гармоничнее, особенно с такими яркими бровями. Не хватает глубины. Я думаю, это выглядело бы эффектнее. Вам подошла бы челка средней длины, удлиненная челка, мягкость в срезах. Каре вам тоже будет хорошо, если вы, например, хотите более глобальных перемен, и линия Каре очень классно бы добавила объем наверх, о чем я говорю. Давайте посмотрим. В такой длине, которая у вас сейчас у волос, есть только два положения. Сзади и спереди. Ну, скучновато. Но при том, что вы выбираете, например, яркий цвет, это очень гармонично. Спокойные волосы в длине, яркий цвет, это не too much, не чересчур. За счет того, что сверху у вас отсутствует объем, вот здесь, и весь объем внизу, визуально идет расширение вот в этой части. Голова за счет этого становится еще меньше. Сами бедра у вас тоже меньше, то есть идет диспропорция в средней части. Как можно это избежать? Я бы все-таки формировала объем выше, отделила бы голову от плечей. Это либо можно сделать более короткой стрижкой, средней длиной, либо это могут быть слои, вот как я сейчас показала, и дальше должен быть вот такой изгиб, и пошла длина. То есть уйти от квадратной формы, то есть вот от этой линии. Это будет требовать укладку, но если в слоях структура ваших волос все-таки проявится именно вьющимися, будет очень органично. Можно рассмотреть биозавивку. Волосы станут более пышными, более легкими, но важно найти хорошего специалиста. У меня пока такого специалиста нет. Если у вас есть хороший специалист, которого вы могли бы порекомендовать, кто делает биозавивки, спиральные, модные, современные, пожалуйста, пишите в комментариях, это будет очень полезно. Была бы классно челка здесь, то есть можно сохранить длину, но сделать челку. Объем я бы накопила в средней части, и вот такой изгиб. Итак, давайте посмотрим референсы на длинные волосы. Вот по форме вам подошла бы такая история. Челка, которая бы открывала лоб, вам его не обязательно прикрывать, и объем формируется, смотрите, в средней части головы. За счет того, что волосы здесь обесцвечены, они очень пышные. Лучше буду держать укладку. Для того, чтобы укладка была равномерной и хорошо держалась в течение дня, Total Blonde, это классное решение. Не обязательно оставаться блондинкой, то есть вы можете полностью обесцветить волосы, как бы заведомо их истинчить, сделать более легкими, и уже потом на этом блонде, как на каркасе, создать необходимый вам цвет. Это дорогостоящая затратная история, но, знаете, очень удобно, если не заморачиваться и сделать какой-то более облегченный вариант, то, конечно, сделать чуть короче длину, рассмотреть вот такие, например, варианты. Будет хорошо. Ну вот, смотрите, как история с Total Blonde классно смотрится. Даже если у вас будет один срез, но волосы будут легкие, вместо блонды это может быть рыжий цвет, да, ровный. Но вот в такой длине у вас волосы начнут пружинить. Но вот то, что они такие прям естественно пышные, это, конечно, обязательное осветление и регулярное поддержание. Поэтому вообще блонды и обесцвечивание – это самые дорогие виды работы у парикмахеров. Потому что помимо того, что создать цвет, нужно еще сохранить качество волос. Вот здесь волосы больше похожи на ваши по структуре. Видите, они более легкие, они пористые, и вытянуть их там на фен-щетку можно. Термоинструменты вам не подходят, они будут сжирать объем. Например, можно рассмотреть такую форму, то есть удлиненную челку, и, например, та же длина, но совершенствоваться в укладках. Если все-таки у вас волосы будут подвиваться, виться, то вы можете сделать слои от такой удлиненной челки-шторки, которая будет плавно переходить в длину. В рыжем цвете это будет очень красиво и эффектно выглядеть. Но в целом все остальные мои рекомендации будут похожи. Может быть удлиненная каре, удлиненная линия, но я бы не каре даже рассматривала, а все-таки вот такую историю, чтобы очень сильно не показывать узкую шею, да, то есть короткую, чтобы все-таки пропорции сохранялись. Баланс, баланс, ищем баланс. Вот варианты с удлиненной объемной челкой будет хорошо. Да и даже если это будет не удлиненная челка, а вот такая история, вам тоже будет очень хорошо. Вот такая вот грива. Но здесь хотя бы появляются изгибы. На этом все. Присылайте ваши фотографии с экспериментами и будьте яркой. Вам очень хорошо в рыжем цвете, либо в более насыщенном глубоком. Как-то в естественном уже будет скучно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!